Заметки электрика Это автоматических выключателей и тоже промышленного назначения серии А3712ФУ3 с номинальным током 160 А от производителя ОАО ДЗНВА, то есть это Девногорский завод низковольдных автоматов. Методика их проверки аналогичная, вот я и решил, так сказать, дополнить информацию по данной теме и показать вам процесс испытания одного из таких автоматов. И уже по традиции сначала несколько слов скажу о самих автоматах. Вот их внешний вид. Автоматические выключатели А3712ФУ3 предназначены для проведения тока в нормальном режиме, а также для защиты электрических цепей от короткого замыкания. Автоматы рассчитаны для цепей переменного тока промышленной частоты 50 Гц напряжением до 380 В. С помощью автоматов А3712ФУ3 допускается производить до 3 оперативных коммутаций включений и отключений за 1 час. Расшифруем условное обозначение проверяемого автомата А3712ФУ3. А37 это серия автоматических выключателей, единица это первая величина автомата, ну габаритный его размер, и двоечка это количество полюсов и наличие рассыпителей. Если расшифровать, то это 3 полюса, 1, 2, 3, то есть он трехполюсный. И в наличии у него имеется только электромагнитный рассыпитель. Ф, буковка Ф, буква Ф обозначает, что данный автомат является не только ограничивающим, и У3 это климатическое исполнение, то есть умеренный климат, категория размещения 3. Технический данный автомат. 160 А это номинальный ток автомата, 380 В, 50 Гц номинальное рабочее напряжение. 1600 А это уставка электромагнитного рассыпителя, то есть рассыпителя токов короткого замыкания. 25 кА это у нас предельная коммутационная способность, ударный ток. Исполнение у данных автоматов стационарное. Дополнительное устройство это свободный пара контактов, независимый рассыпитель НР, рассыпитель нулевого напряжения РНН, электромагнитный привод П, для дистанционного управления автоматом. У данного автомата, то есть вот эти дополнительные устройства отсутствуют. Хотя почему-то на бирке они указаны, и причем даже отражены их параметры. Как видите из расшифровки у автомата отсутствует тепловой рассыпитель, а имеется только электромагнитный, уставка которого составляет 1600 А, то есть равна 10-ти кратному току от номинального. Сниму верхнюю крышку автомата, чтобы убедиться в отсутствии теплового рассыпителя. Заодно и покажу вам вкратце устройство автомата А3712. Я заранее уже раскрутил, крышка держится на 4 винтах. Теплового рассыпителя действительно здесь нет. Вместо него установлены соединительные перемычки. На каждом полюсе автомата установлен электромагнитный рассыпитель, то есть это магнитопровод с катушкой, подвижный якорь которого, якорь вот так вот при срабатывании электромагнитного рассыпителя якорь подтягивается и срывает вот этот вот зацеп. Сейчас покажу. Сниму гасительные камеры. Вот здесь видно состояние контактов автомата. Кстати, в данном автомате установлены открытые дугогасительные камеры. Состоит из двух изолирующих перегородок и металлических пластин, размещенные между ними. Такие камеры на самом деле слабо воздействуют на гашение электрической дуги. Они больше уводят ее и образовавшиеся газы в момент коммутации, чтобы избежать короткого замыкания между соседними полюсами. Проверяемые автоматы не новые. Они уже были в эксплуатации, что отчетливо видно по состоянию их контактов. Закрываем крышку и переходим к их проверке. Произведем измерение сопротивления изоляции так и ведущих частей автоматов. Требования по измерению сопротивления изоляции это ПУЭ, пункт 1837-3, относится к автоматам с номинальными токами свыше 400 А. Но я никогда не пренебрегаю данным требованиям. В парке приборов нашей электролаборатории имеется множество мегаометров с различными параметрами. Сейчас я о них говорить не буду, как-нибудь расскажу в другой раз. Для моего примера вполне подойдет мегаометр с напряжением 1000 В до 2500 В. Я у него уже измерил сопротивление изоляции. Отдельно сейчас показывать не буду. При измерении сопротивления изоляции так и ведущих частей автомат должен быть закреплен на заземленное металлическое основание. Ну или панель, или плита. Измерение выполняется в отключенном состоянии автомата. между полюсами и между каждым полюсом и землей. То есть заземленным основанием. Согласно ПОА, пункт 1837.3, сопротивление изоляции должно быть не менее 1 мегаома. А согласно ПТП, приложение 3.1, таблица 37, не менее 0,5 мегаома. Внимание! Как видите, небольшой нюанс здесь. При пусконаладочных испытаниях требования к сопротивлению изоляции автомата ниже, чем при эксплуатационных. Ну а сейчас перейдем к самому интересному. Это проверка электромагнитного расцепителя автомата А3712. Автоматы А3712 относятся к оборудованию промышленного назначения. Это я уже говорил. А значит, проверка их расцепителя должна проводиться по требованиям ГОСТа 50.030.2.2010. Согласно этого ГОСТа, срабатывание электромагнитного расцепителя необходимо проверять испытательным током, равным 80% и 120% от его тока уставки. Уставка электромагнитного расцепителя для данного автомата составляет 1600 А. Таким образом получается, что электромагнитный расцепитель при токе 1280 А должен сработать за время более чем 0,2 секунды, а при токе 1920 А должен сработать за время не более 0,2 секунды. Прогрузку током необходимо выполнять по двум соединенным последовательно полюсам. В процессе испытания полюса комбинируется. То есть, первый, третий, второй, третий, первый, второй. Но лично я так никогда не делаю. И проверяю каждый полюс по отдельности. Видите, подключено. Сейчас вот. Вот этот третий полюс. Вот. Таким образом я буду на 100% уверен в работоспособности именно того полюса, который я прогружаю. А при прогрузке сразу двух полюсов, соединенных последовательно, есть вероятность, что какой-нибудь один из полюсов не сработает и останется непроверенным. Или вовсе неисправным. В прошлых своих видео я уже рассказывал вам, что в былые времена проверку действия расцепителей мы производили с помощью самодельного испытательного стенда. Об этом стенде я более подробно рассказывал в видео про прогрузку автоматического выключателя ВА-4729. Но в настоящее время для прогрузки автоматических выключателей, и не только, мы активно применяем испытательное устройство RITOM-21. Внутри устройства RITOM-21 установлен нагрузочный трансформатор, с помощью которого можно выдавать ток до 200 А в течение длительного времени, до 300 А в течение 1 минуты, до 500 А в течение 5 секунд, и даже 700 А в течение 0,5 секунд. Если необходим ток более 700 А, то к RITOM-21 подключается внешний нагрузочный трансформатор. Вот он у нас. RET3000, который позволяет поднимать ток аж до 3500 А. Вот мы им сегодня и воспользуемся. Собираем вот такую схему для проверки электромагнитного расцепителя. К источнику питания 3, разъем U6, подключаем вилку первичной обмотки трансформатора нагрузочного трансформатора RIT3000. Затем по таблице E1 из руководства по эксплуатации RITOM-21 определяем необходимое количество витков и число параллельных кабелей вторичной обмотки нагрузочного трансформатора. В качестве вторичной обмотки используются силовые кабели 8 перемычек, она идет в комплекте, из комплекта RIT3000. Для нашего примера нам нужно намотать на традоидальный нагрузочный трансформатор два витка вторичной обмотки, использовав 4 кабеля в параллель. Выглядеть это будет примерно так. То есть вот у нас полюс автомата, вот у нас это питание разъему U6, это у нас 4 кабеля в параллель, вот это как бы один, вот они проходят через отверстие, делают второй виток и выходят вот, то есть здесь намотано на нем два витка и уходит на этот же полюс с другой стороны. Свободные концы силовых кабелей с помощью струбцин подключаем к полюсу автомата. Вот идут в комплекте такие струбцины. Вот эти промежуточные шинки мы сделали самостоятельно, то есть струбцина подключается на соединительные шины и уже шинка подключается непосредственно к полюсу автомата. Срабатывание автомата будем фиксировать по обрыву тока в цепи с помощью токового преобразователя RED-DT. Ну или пояс Роговского. Я уже тоже о нем рассказывал. Вот мы его надели на наши четыре параллельных кабеля. Ну это я дополнительно клещи тут установил. Так, сравнить ток. Так вот, с помощью пояса Роговского будет происходить измерение тока в силовой цепи. Измерительное кольцо с ИНО с интегратором. Вот это приходит с пояса Роговского. Это интегратор. На интеграторе устанавливаем переключатель на диапазон измерений 3 кА. То есть вот сюда ползунок. И включаем его. Выходной кабель с интегратора подключаем на соответствующий разъем ПВ-1. Теперь включаем наш проверяемый автомат. И начинаем проверять электромагнитный расцепитель. Поехали. Импульсный режим включен. То есть вот он 89 ампер. Поворачиваю. Уже 156 ампер. Еще немножко. Ну и так потихоньку веду. То есть тем самым я не нагружаю тепловой расцепитель. Ну если бы он был в данном автомате. В нашем примере его нет. Поэтому в принципе можно смело крутить посмелее. Ну и вот потихонечку в общем 200 ампер, 208 ампер. И подкрадываемся к нашему току уставки. Напомню, что должны мы его проверить током 1280 ампер. И он должен отключиться за время более чем 0,2 секунды. В момент регулировки тока я обнаружил, что уже при 250 ампер автомат у меня сработал. Вот смотрите. То есть начал регулировать ток плавно. То есть сейчас в импульсном режиме. 207 ампер. Еще немножко добавил. 217 ампер. 231 ампер. 240 ампер. Все, автомат отключился. Ток состоял 246 ампер. Время 30,8 миллисекунд. То есть сработала электромагнитная отсечка. То есть сработал электромагнитный расцепитель. Отключился ток 248 ампер. 31,1 миллисекунда. Подаю ток 250 ампер. Сразу срабатывает электромагнитный расцепитель. То есть 254 ампера. 31,8 миллисекунд. Ну давайте еще раз. Скидываем показания. И включаю. Сразу отрабатывает электромагнитный расцепитель. Ток 264 ампера. 20,9 миллисекунд. Проверил все три полюса. Тем не менее, автомат срабатывает при токе 250 ампер. То есть результаты проверки отрицательны. Так как при токе 250 ампер уже срабатывает электромагнитный расцепитель. Время срабатывания составляет примерно от 30 до 40 миллисекунд. Проверил каждый полюс по несколько раз. То есть ситуация повторяется. 250 ампер и автомат срабатывает. Затем прогрузил второй принесенный автомат. И картина та же. Таким образом, уставка электромагнитного расцепителя на самом деле составляет не 1600 ампер, а около 250 ампер. Решил позвонить заказчикам и узнать по какой причине его принесли мне на проверку. Оказывается, что при пуске двигателя срабатывал автомат. Все правильно и получается. Мощность двигателя составляет 55 киловатт при напряжении 380 вольт. То есть это примерно около 80, ну 84 ампер номинальный ток. Естественно, что пусковой ток составляет на порядок больше. То есть, ну если даже взять стандартный 5-7 кратный пусковой ток, то это уже будет порядка 400 ампер. Вот естественно, что данный автомат и выбивал. То данные автоматы не годятся к дальнейшей работе в данной электроустановке, так как их характеристики не соответствуют заявленным характеристикам завода-изготовителя. Еще раз скрыл оба автомата и проверил все регулировочные винты. Они все были замазаны заводской краской, а значит, данную оплошность, брак, допустили на заводе-изготовителе. Вывод в заключении статьи напрашивается сам за себя. Всегда проверяйте электрооборудование перед его установкой. Лучше заранее выявить на этапе монтажа и пусконаладки неисправные электрооборудования, чем потом в рабочем процессе будет возникать ложные срабатывания, как в моем примере, или наоборот автомат окажется вовсе не работоспособным. А у кого-нибудь из вас имеется в эксплуатации автоматы от Дивногорского завода? Если да, то, пожалуйста, напишите свой опыт эксплуатации в комментариях под данным видео. Ну, на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Дмитрий, автор сайта «Заметки Электрика». До новых встреч! До новых встреч!